В конце прошлого года на заседании Межведомственной комиссии Министерства спорта страны 10 спортшкол Чувашии из 11 подтвердили высокий статус Олимпийского резерва. Напомню, он дается учреждению на 4 года, если его воспитанники могут похвастать высокими результатами в олимпийских дисциплинах и нахождением в составах сборных команд страны. К сожалению, у спортшколы номер 4 города Спутника, которая готовит хоккеистов и фигуристов, таких достижений не оказалось. Как так получилось и каких возможностей теперь лишается учебное заведение? В материале Леонида Петрова. Что теперь будет со школой, этот вопрос волнует не только работников и тренеров учреждения, но и родителей воспитанников. Дело в том, что с потерей высокого статуса школа автоматически лишилась федерального финансирования. И это еще полбеды. И второй момент, это не будет этапа высшего спортивного мастерства. Говоря простым языком, это не смогут они там тренировать мастеров спорта. Но я думаю, все это можно проанализировать и по всем 11 критериям оценки, показателям, которые дают статус школы Олимпийского резерва, поработать еще поплотнее. Руководитель профильного ведомства встретился с коллективом школы номер 4 и родителями и расставил все точки на «ты». Василий Петров отметил, за последние три года в развитие спорту учреждения вложили 686 миллионов рублей. По его словам, финансирование в таком объеме не получало ни одно спортивное учреждение региона. Для подтверждения статуса школы Олимпийского резерва из 11 критериев она не смогла выполнить три. За последние четыре года учреждение не подготовило ни одного спортсмена, завоевавшего призовые места на первенствах России по хоккею. Также от школы не было кандидатов, которые должны были войти в список сборных команд страны. Кроме того, в спортивной школе не проходили подготовку спортсмены этапа высшего спортивного мастерства, что и повлияло в итоге на результаты работы в целом. Как объяснили тренеры в ходе встречи с министром, причины на то есть. По их данным, подготовленных и перспективных хоккеистов к себе переманивают другие известные спортивные клубы, обещая воспитанникам контракты на большие суммы. Вот, вы говорите, нет ли у нас сборной, не представляю, нам очень тяжело. У нас детей забирают уже в 11-10 лет, в 1-20 торпеды. Вот на работу мы работаем, нас их забирают, и потом получается, что мы ничего не будем сделать. Мы не можем их оставить никак. Все хотят хлеб, на кусок сразу у них миллион, на контракт и все. Мы работаем, работаем, мы нас их раз забрали, и они там. И мы с тем же занимаемся, поэтому мы не можем сделать так, чтобы они никуда не уезжали. Для решения скопившихся проблем глава регионального Минспорта попросил тренерский состав четко сформулировать свои предложения по выходу из сложившейся ситуации. К слову, как только стало известно, что спортшкола номер 4 Новочебоксарска лишилась статуса школы Олимпийского резерва, ее руководитель принял решение об уходе с поста директора по собственному желанию. Теперь перед новым управленцем будет стоять первоочередная задача восстанавливать утраченный высокий статус спорту учреждения. Леонид Петров, Вести Чуваша. Он сейчас может назвать свое земление.